Ветхие дома или недобросовестная работа? В Неницкий округ приехали эксперты Общероссийского народного фронта. Главная цель визита – посмотреть, как в регионе решаются вопросы капитального ремонта, переселения из аварийного и ветхого жилья. Осмотр объектов гости города начали сразу же после прилета. У нас у всех здесь брусья вообще высыпались, по два бруса у каждого высыпалось. Здесь пустота. Брусья высыпались, их что, просто обшили или поменяли? Нет, только обшили. Татьяна Дерябина уже не в первый раз рассказывает о своем доме. Деревянное строение на рабочие 5А в 2014 году посетила президентская комиссия. Решение московских экспертов – расселить дом до конца 2015 года – не исполнено. Мало того, дом вообще не числится в списке на расселение, хотя его износ больше 60%. Строение вошло в программу капитального ремонта, которого, опять же, не было. Если это программа капитального ремонта и просто ремонт фасадов, то это не капитальный ремонт. Значит, дом выводить из программ капремонта не было смысла. Вот мы видим с вами, что вот это – места общего пользования. Это уже дом многоквартирный, здесь более четырех квартир. Значит, вот это все должно было входить уже и отремонтировано управляющей компанией или какой-то организацией после проведения внешних работ. А это уже дом по улице строителей 8А. Только внешний и внутренний он ничем не отличается от предыдущего. Член рабочей группы «Качество повседневной жизни» центрального штаба ОНФ Светлана Калинина на ходу замечает и комментирует изъяны от ремонтированного дома. Хотя в течение пяти лет после капитального ремонта никто, кроме жильцов, и не заметил – ремонт это не было, не считая обшивки дома сайдингом. Кто деньги платил им за ремонт? И какой ремонт они сделали? Если у нас обшивали сайдингом, начнёшь полынуть, дует из-под пола, да как вы хотите. Разговор со старожилом дома Ниной Михайловной Паяровой вышел эмоциональным. Пенсионерка на протяжении нескольких лет ходит по инстанциям и доказывает – капитального ремонта в доме не было. Да толку пока мало. Дом поставили на учёт в программу капремонта, на который ежемесячно жители платят взносы. Зачем их надо было? Почему не включить было в пять лет назад их в программу переселения? Я понимаю, софинансирование слабое может быть субъект. Я понимаю, надо было выделять. Но деньги-то больше затратили на капитальный ремонт, если бы было софинансирование. То есть давайте логикой рассуждать. Если денег не было, тогда зачем обшивали гнилые стены? Пожалуй, самые печальные чувства у гостей вызвал дом на строительной 8А. Внешне такой же яркий и весёлый, внутри – обычный интерьер полугнилого дома. Хозяева пытаются поддерживать уют и приспособиться к барачным условиям проживания. Только обои и новый линолеум не способны затмить запах выгребной ямы и спасти от холода. Ни воды, умывальничек, муж инвалид. Вот так вот и живём. В туалете в свободном падении, холодно. Зимой крысы одолеют. Всё-всё там прогрызнуло. Таким образом, беседуя с жильцами, эксперты Общероссийского народного фронта обошли не один ветхий дом. Итоги рейда специалисты обсудят представителями жилищно-коммунального хозяйства, города, округа, фонда капитального ремонта и членами регионального штаба ОНФ. Валентина Чибичек, Вадим Стасюк, Телеканал Север.